Я люблю тебя как пуля сердцем, как вино моей белой рубашки, я люблю тебя полной грузью. Ты как выход из тела, как первый оргазм, как самое важное, но только в дециллион раз важнее. Его называют порно-публицистом за слишком откровенные тексты, в которых любовь оголена и лишена романтики, а герои стихов и прозы — содержанки, эскортницы, мамикин сынки и мажоры. Блогер Василий Акерман не стесняется громких высказываний. Именно этим и цепляет буквально с первых строчек. Василий — это был такой персонаж, о котором я узнала осенью прошлого года, и безумно в него влюбилась. Влюбилась как публициста, влюбилась как такого харизматичного мужчину. Он такой, в принципе, бэтбой нашей современности, поэтому захотелось познакомить наших гостей. И в Челябинске, в принципе, и с такими вариантами современной поэзии. Во-первых, современная поэзия — это то, что действительно развивается и то, что есть, но это так не выносится на публику, как кино или какие-то другие виды искусства. Но мы изучаем поэтов, которые жили сто лет двести назад. А почему не начать изучать здесь и сейчас? Ведь вполне вероятно, что этих людей будут изучать наши дети, наши внуки в учебниках, а мы имеем возможность увидеть их воочию. Несмотря на то, что публицист только начал свой путь в литературе, его уже не просто узнают, но и цитируют и любят. Сегодня непростая будет, я думаю, публика с точки зрения того, что если, например, в Москве приходят люди, только те, кто реально как бы следит, знает каждую мою строчку, то есть вот я прямо могу любую, да, начинаю читать, а они повторяют потом. Я думаю, что здесь большинство меня не знают, они узнали недавно. И это, конечно, интересно. Вот, надеюсь, ни у кого нет камней, помидоров и тухлых яиц. Автор против ярлыков и навязанных амплуа. Кто он? Бэтбой? Либо же нежный романтик? Зависит от внутреннего состояния в конкретный момент времени. Да это я просто, ну, вот я такой, я же человек, я не могу быть, я сегодня проснулся, у меня хорошее состояние, у меня все хорошо, а завтра или к вечеру меня как-то испортил, и я уже по-другому себя чувствую. Мы же все просто люди, у нас нет ни хорошего, ни плохого. Поэтому мне ничего здесь не ближе, мне вот я вот, вот, вот такой вот я. Встреча с читателями Василия Акермана часто маркируется ограничением 18+. Есть у него и жесткие произведения, которые возмущают и пугают, но и привлекают тоже. Интересно, честно, не очень отношусь к мне цензурно. Сказали, что там не все его произведения с цензурной лексикой, а что все? Как у Бродского? А? Да? Ну, нормально. Главное, чтобы не как у рэпера Фейса, у меня сын слушает рэпера Фейса, и вот там прям неприятный мат такой, прям какой-то такой, меня, по крайней мере, задирает где-то в неприятные струны. А в принципе, ну, мат это нормально, если он в тему, если он такой не грубый какой-то, вполне. А как еще? В наше время по-другому не пробиться, на самом деле. Если это не женщина, и без определенных половых принадлежностей мужчинам пробиться сложнее. Он сделал это отлично. Не без средств женщин, конечно, да, он привлекает в свой блог знаменитых, опять-таки, в нашем времени актрис. И мне кажется, это очень крутая фишка, и он прям, он отличный маркетолог, я так думаю. Я считаю, что не нужно вообще отрицать, ну, лицензурный марк, да, это же тоже часть языка. Главное, как ты ее используешь. Если ты ее используешь, потому что нет слов, это проблема. Если ты используешь, потому что нет, сильнее этого слова, вот это, я считаю, абсолютно нормально. Его интересно не только читать, но и слушать. И, скорее всего, такие его творческие встречи станут популярны далеко за пределами Питера и Москвы. А еще в планах у автора выход книги. Материал уже готов. Вопрос только в поиске издательства.